Всем привет, мои дорогие подписчики и тем, кто случайно зашел на мой канал. Сегодня будем говорить про сборку системного блока. Не сборку физическую, а подборку по комплектующим. У меня за всю жизнь много собранных компов, я думаю порядка 500. И методики выбора, да, и методики подбора комплектующих, есть какие-то свои факторы, по которым я стараюсь подбирать комплектующие для системного блока. Один из таких факторов, соответственно, соотношение цена-производительность. Второй фактор, это стараюсь ставить все-таки комплектующие надежных фирм, потому что бывает иногда видеокарта ценой от разных производителей, может одна и та же модель в цене отличаться в тысячу или в полторы, но лучше взять модельку подороже, производителя более цивильного, с более качественными компонентами на плате, чтобы потом у вас не было проблем с этой конфигурацией компа. Или меньше шансов, что что-то сглючит или сдохнет, например, в первые пару лет или первый год. Конечно, любые комплектующие это лотерея. Можно взять два жестких диска из одной партии, которые шли на конвейере друг за другом. Один может проработать три года, второй может умереть на третий день. От этого никак вы не застрахуетесь. Но все-таки надежность компьютера зависит от качества комплектующих, от производительности. Насколько долго он по времени проработает, но это так, в среднем. То есть более качественные железки, как правило, работают дольше и проблем с ними меньше, нежели дешевые. Иногда, конечно, приходится экономить. Понятно, что бюджет и так далее. Я думал, какие варианты можно для этого видео было сделать. То есть подобрать по принципу, взять определенную сумму, например, 50 тысяч рублей, в нее какой-то собрать системник. Можно и так. Но я поставлю задачу по-другому. Я всегда спрашиваю клиента, сколько денег он готов, точнее, что он хочет от компьютера, что он на нем будет делать. Это первый фактор, почему выбирается компьютер. Это как инструмент выбирается под определенную задачу. Если у человека задача монтировать видео, это одно. Если у человека задача работать в автокаде, это другое. Если у человека задача смотреть, грубо говоря, видео и играть в игрушки ВКонтакте, это совершенно третья задача. И нет смысла потратить кучу денег и собирать мега-компьютер для того, чтобы сидеть ВКонтакте. Также компьютер должен быть тихий. Это тоже важный фактор, о котором производители компьютеров во всяких крупных торговых сетях обычно об этом забывают. Потому что там вообще фактор такой не ставится, что компьютер должен быть тихий. То есть пофиг. Сколько видео-системников всяких там Sunrise, Depot Computer, там, не знаю, Microexperts, еще какие-нибудь. Они могут быть дико шумные. Они совершенно дурные по звуку. Потому что у вас системник может стоять вечером, когда кто-то из родственников спит. Когда вы там можете его оставить на ночь, чтобы он вам что-то, например, скачал. И этот шум будет вам давить на мозги. И просто вы когда будете сидеть, когда вы играете в наушниках, колонки, музыка и так далее, вам это не важно. Но вот если хочется вечером посидеть там, даже днем посидеть в тишине, то громкость компьютера является очень важным фактором. Ну, собственно, я буду собирать так. Я сегодня соберу минимально, ну, как сказать, все, конечно, относительно, но пусть будет минимально возможный игровой системный блок. То есть, если раньше хороший системник под игрушки стоил 1000 долларов, хороший комп, ну, я буду называть комп системный блок, то сейчас он тоже продолжает стоить ту же самую 1000 долларов, но так как зарплаты у нас особо не увеличились, а курс доллара вырос в два раза, соответственно, цена компьютера увеличилась в два раза. Раньше это было 33-35 тысяч, можно было собрать шикарную машинку. Сейчас это уже 70-77 тысяч, да, можно собрать шикарную машинку. Вот, собственно, стараюсь не все-таки не в 70 собирать, а чуть поменьше, попытаться уложиться в 45-50 там и так далее. Ну, в общем, буду вместе с вами сейчас собирать системник, я как бы не особо не готовился к этому, собственно, периодически я это делаю очень часто, вот. Попробуем собрать, посмотрим, что получится, и по каждой из запчастей я буду стараться объяснять свою позицию, почему я сделал именно так, почему я выбрал именно так. То есть не голословно, что это замечательно, это там говно и так далее, но я буду опираться на собственный личный опыт. У меня, через меня очень много проходит компьютеров, комплектующих, компов, которые приносят на ремонт, не только свежесобранных, и поэтому у меня есть статистика, наработанная за какое-то время. То есть, если вы купили материнскую плату Asus, она у вас умерла, и часто такие люди начинают там писать на форумах и говорить, а, там Asus, материнка, говно там и так далее. Блин, ребят, если вы собрали, продали этих 50 плат, и у вас по гарантии уехала одна или две, это хорошая материнка. Если вы купили одну материнку, и она у вас сдохла, это ни о чем не говорит совершенно. Всегда есть возможность заводского брака, и судить по одной вещи никакого нет смысла. Это так же, как в каком-нибудь модном журнале. У меня просто часто от клиентов, как бы, бывает, которые начитаются, там везде нас смотрятся, но сейчас хорошо, хоть можно отзывы в интернете посмотреть, то есть собрать какую-то статистику побольше. А раньше, как бы, народ читал обзоры во всяких крутых журналах, на каких-нибудь сайтах. Они тестируют материнскую плату и говорят там, или видеокарту, говорят, блин, такая шикарная видюха, прям клевая, прям покупайте, там, производитель. Молодец. А я знаю, что, например, я купил таких там 5 материнок, поставил их в компы, и в течение года 3 из 5 умерли. Соответственно, я понимаю, что обзор обзором, на каком-нибудь ресурсе, а фактически вот ситуация, так она сделана некачественно. Не знаю, что там намутил в ней производитель, что она так померла, но вот как факт. Так. Сначала, если у нас есть какой-то определенный бюджет, ну, например, там, хорошо, там, 40-50 тысяч, ориентировочно, да, мы готовы примерно потратить на системник. На игровой. Начинать мы будем с какого момента? Сначала я подбираю те вещи, которые, от которых не зависит производительность. То есть, сначала мы идем с тех вещей, от которых, на которые так или иначе, в любом случае, придется ставить в системник, и производительность от них никак не зависит. То есть, это, например, корпус, блок питания, то есть, вещи, которые являют на удобство и на надежность работы. Потому что, в конце подборки, мы будем играть с ценой компонентов, которые влияют на производительность. То есть, все основные, например, корпус, блок питания, там, DVD-привод, если он нужен, модуль памяти, ну, объем памяти, да, все это, в принципе, не влияет на производительность. Этого должно быть просто достаточно. А на производительность влияют немножко чипсет материнской платы, и основное, это процессор и видеокарта. Это два основных фактора. Всех остальных компонентов должно быть просто достаточно для ваших задач. Ну, например, оперативной памяти. Если вы ходите в интернете, больше ничего не делаете на этом компьютере и смотрите фильмы, то 4 гига за глаза. Если вы занимаетесь видеомонтажом, лучше 8, лучше 16, и так далее. То есть, игрушки тоже там 8 или 16. Соответственно, вот эти вещи, которые мы можем регулировать, остался у нас бюджет, мы взяли процессор, побольше подняли. Остался у нас бюджет, там подняли видеокарту, в зависимости от ваших задач. Это мы будем выбирать в конце. То есть, я на это буду смотреть в самый последний момент. Для начала выбираем корпус. Сайт CityLink я взял чисто ради интереса, потому что у них, как правило, большой ассортимент. Есть из чего выбрать, есть в чем поковыряться. Просто, чтобы был как пример. еще вот у меня тут юмор, ты джаст. Тоже на них можно, например, на джасте большой список блоков питания, которые можно посмотреть и по фирмам что-то сказать. Так, для начала мы выбираем корпус. На сегодняшний день, ну, возьмем какой-нибудь... на сегодняшний день существует... такая потребность, ну и как бы уже материнские платы пошли. порты USB 3.0, порты USB 3.0, они приходят в нашу жизнь, появляется много флешек, много жестких дисков с портами USB 3.0, и поэтому я считаю, что порты USB 3.0 должны быть спереди на корпусе обязательно. Только учтите, что на материнской плате должен быть обязательно выход под порты USB 3.0. Потому что, если не будет выхода, то с передней стенки корпуса вы не сможете шнуром подключиться к материнской плате. Ну, как бы, если не будет выхода, да, у вас будет выход на передней стенке корпуса USB 3.0, у вас будет шнур, которым вы можете подключить к материнской плате. Но если на материнской плате нет разъема USB 3.0, то это вам все бесполезно. Единственное, что вам корпус может привиться в будущем, когда вы поменяете материнскую плату на другую, и там будет этот разъем. По поводу размера корпуса. Корпуса у нас бывают ну, как правило, основные это ATX формат и micro ATX. ATX это полноформатный системник, как правило, в нем три дырки под три места под DVD-приводы, ну и там внутри несколько жестких влезает. Там два-три жестких диска, иногда четыре и так далее. В общем, хватает, если вы пользуете компьютер в основном для разных мультимедиа нужд, то есть ходить в интернет, там, не знаю, смотреть фильмы, слушать музыку, ну и там игрушки вконтакте, мелочевка, то в принципе можно собрать в корпусе micro ATX, то есть в маленьком корпусе. Если вы хотите собирать игровой комп, то я думаю, что вариант только ATX, потому что большой корпус, это больше вентиляции, это возможность засунуть туда здоровенную видеокарту, которая будет греться, и процессор будет греться, потому что для игрового компа нужен мощный проц, соответственно, чем объемнее корпус, тем лучше. Дальше, по корпусу. Сразу сейчас выборку поставлю, чтобы фронтальный разъем был USB 3.0. И формат выбираю, соответственно, ATX. Micro ATX уберем. По есть еще такой параметр, как размер под видеокарту, то есть насколько длинный у вас корпус, насколько туда может влезть здоровенная видюха. Тут как бы я пока не выбираю, вот когда определимся с видеокартой, тогда можно вот длину видеокарты перепроверить по длину корпуса. То есть с этим моментом тоже пока рановато, мы не знаем, какая будет видеокарта, потому что мы ее будем выбирать, исходя из бюджета, сколько нам не хватает, ну сколько мы еще можем засунуть денег в видеокарту до того, как у нас деньги кончатся. По корпусам. В принципе совершенно не важно какой у вас металл корпуса. Если вы туда поставите нормальные вентиляторы, которые малооборотистые, кулеры, он у вас шуметь не будет, у вас будет все нормально. Например, берем первый корпусняк, который по списку, чтобы уже более предметно сейчас поверну его мордой, вот так вот посмотрим на него. Что видим, да, USB 3.0 есть порт, это отлично, USB 2.0, USB 2.0, они есть на всех материнских платах современных, везде есть выходы, два разъема, зелененький и розовенький. Ну, соответственно, зеленые это у нас наушники, розовые это микрофон. Лучше, чтобы разъемы были цветные, потому что, если они черно-белые, как бы они не бесцветные, да, не просто хромированные, то вам придется при подключении наушников постоянно смотреть на эти отверстия и помнить, какое из них какое. Здесь, например, очень хорошо сделано ресет маленький и отдельно от кнопки питания, вы их никогда случайно не перепутаете. Бывают корпуса, где кнопки рядом находятся, и они по дизайну одинаковые, это тоже неудобно. Дальше, кнопки яркого цвета, вам их будет видно. Лично мне этот дизайн не очень нравится, в плане того, что просто, ну, я не любитель красного цвета, я привык к более как бы строгим корпусам. Но это на вкус и цвет. То есть, функционально вот этот корпус достаточен для того, чтобы собрать нормальный системник. Единственное, что корпуса бывают еще узкие по ширине, то есть у них может быть, вот он может быть справа налево недостаточно широкий, от правой до левой стенки. Некоторые башенные кулеры туда могут не влезать. Это тоже надо смотреть, ну, так сказать, средний по больнице размер просто посмотреть корпуса. Я в миллиметрах сейчас не скажу, вот, но просто это учитывайте. То есть, вот у него ширина 160. И видеокарту, вот они тоже тут прописывают, 250 миллиметров. Опять же, смотрите, да, если будет здоровая видеокарта, то желательно, чтобы вот эта нижняя часть у вас была пустая. То есть, тут не было вот такой вот вертикальной стенки с отверстиями, а внизу был проем, чтобы большая видюха могла встать. Все остальное, в принципе, не важно. То есть, ну, они чуть-чуть отличаются по качеству корпуса, но в остальном и в целом вы его один раз соберете и до следующего апгрейда вы забудете. Вы туда будете лазить раз в год для того, чтобы пыль почистить и все. То есть, что-то выкручивать, закручивать туда не надо будет, поэтому там удобство крепежа, там и так далее, это все разглагольствование во всяких там, не знаю, журналах, которые про это пишут, или там интернет-изданиях, что вот там неудобные болтики, еще что-нибудь. Да, бывает неудобно жесткие диски снимать, да, там бывает неудобно подлезать, особенно в маленьких корпусах, но это все делается разово. Это вы один раз помучаетесь, там лишние 10 минут и забудете. И все, и вы туда не будете лазить. Как бы это тоже не принципиально, не существенно. По фирмам могу что сказать? Как правило, я стараюсь подбирать отдельно блок питания и отдельно корпус. Тут как бы минус такой, что это дороже, чем брать, например, корпус со встроенным блоком питания. Но плюс здесь есть другой. Если у вас умирает блок питания, то вам по гарантии его можно выкрутить и отвести. А если у вас умирает блок питания, который продавался с корпусом, то по гарантии вам придется все железки выкручивать из корпуса и вести его целиком на гарантию. Если фирма, которая вам продала этот системник, она адекватная, ну как бы железки продавала, то в принципе они могут поменять и отдельно блок питания без корпуса. Но это опять надо договариваться, это лишние проблемы. И не всегда бывает соотношение хорошее, что и корпус нормальный, и блок питания вам подходит. То есть у блок питания есть тоже много нюансов, поэтому в идеале лучше выбирать отдельно. Так что по фирмам в общем-то не важно, даже советовать особо нечего. Ну вот здесь среди цивильных фирм это Thermaltake, Zalman, AeroCool, да и в принципе вот Gigabyte, наверное. Все, остальные, фрактал дизайн, да, тоже красавцы, они дорогие и так далее. Вот формулу не знаю, Accord не знаю, Linkworld, ну так себе, вот NNSXT, не знаю, что за контора, может и цивильная. Ну, хотя в принципе здесь разницы нету, я выбираю отдельно пустой корпус. Ну вот здесь мне, например, нравится AeroCool. Еще, что хочу сказать, здесь я, может быть, не найду просто примеров. Бывают корпуса, у которых спереди есть А, это большая крышка, которая закрывает всю переднюю часть. И вам, чтобы нажать там питание, резет, залезть в DVD-привод, положить диск, вам нужно обязательно открыть эту крышку. Вот такую хрень не берите. Оно обычно бывает во всяких элитных корпусах, там дорогие термалтейки так и любят делать, там, ну и различные другие крутые фирмы, но это неудобно, потому что вы задолбаетесь туда лазить. Особенно, если там кнопка питания за крышкой спрятана, это маразм вообще. Потому что включаете вы, как правило, постоянно, его, ну, довольно часто комбает, вы кнопкой пользуетесь. Вас будет просто раздражать, если придется лазить. Дальше, расположение разъемов на корпусе. А, и вторую, вторую вещь забыл, про, помимо крышки. Есть еще такая штука, как, здесь вот, правда, по корпусу непонятно. Бывает, что вот выходы под DVD-приводы закрываются такой заглушкой, которая, ну, типа дверцы. Она открывается, когда DVD-привод выезжает. Вот эту хрень я, как правило, вынимаю на стадии сборки компа. Потому что не всегда они нормально подходят и часто довольно ломаются. И не всегда их привод нормально открывает. В общем, это такой существенный минус функциональности, который, в общем-то, бесполезен. То есть, обычная должна быть заглушка пластиковая или металлическая, вы ее вынимаете, вставляете туда DVD-привод и все. И DVD-привод, у вас морд DVD-привода прямо торчит наружу. Никакими панельками ее закрывать, там, дверцами ничем не надо. Дальше. Про расположение разъемов на передней панели. Сейчас где-нибудь найдем. Ну, здесь, в общем, они сделали сверху. Вот, разъемы сверху. Такой вариант вас устроит, вот, такой вариант вас устроит в том случае, если у вас системный блок не стоит, например, в столе в нише. А если у вас системный блок где-то стоит, например, ну, без ниши, просто где-то под столом и внизу, вот тогда вам будет удобно втыкать разъемы USB и наушники сверху. Если у вас системник стоит в нише стола, то, как правило, сверху втыкать неудобно. Лучше, когда разъемы находятся прямо на фронтальной части. Вот, например, у этого корпуса какое неудобство? У него наушники и микрофон одного цвета, вы будете все время думать, куда воткнуть. Резет и питание находятся рядом. Это вообще просто Epic Fail разработчиков, потому что вы будете реально, ну, как бы комп можно сделать так, чтобы он вырубится, да, при нажатии, ну, как правило, они выключаются при нажатии на кнопку питания. Или уходят в спячку, или делают завершение работы, зависит, что там настроено в Windows. Если у вас вот так вот рядом кнопки расположены, вы реально будете попадать на резет вместо питания, можете попасть. У вас комп перезагрузится, пока вам не надо, могут быть там ошибки на диске, потом и так далее. То есть это Epic Fail. Вот нельзя так делать. Вы как бы, и плюс вы будете эту кнопку питания, но потом, конечно, на ощупь тыкать, но вначале вы будете просто ее искать постоянно. Это неудобно. Хотя фирма цивильная, фрактал дизайн, то есть железо нормальное, там болтиков хватает, все красиво, но вот видите, какой Epic Fail разрабов. Сейчас что-нибудь найду такое более альтернативное. Если у вас системник стоит где-то под столом в нише, то оптимальный вариант это вот что-то такое. То есть оптимальный вариант расположения разъемов это вот передняя панель где-то сверху, но не на верхней части корпуса, а вот так вот на лицевой, на фронтальной части. Здесь опять хорошо разнесли, видите, питание и ресет. Два порта, USB 3.0 и USB 2.0, да, опять непонятно, микрофон, ну это как бы в ущерб, как бы, они стараются, чтобы дизайн не испортить там цветными, розовыми и зелеными разъемами. Но здесь хотя бы резет с пауэром разнесли. Уже хорошо. Пойдем дальше искать. Хотя вроде фирма цивильная, Thermaltake, да, она вся в сеточку и так далее. По поводу сетчатых корпусов. Я считаю, что сетчатые корпуса это самое оно. То есть, пыль у вас засасывается в зависимости от количества внутренних вентиляторов, сколько у вас там кулеров стоит. И совершенно не зависит там, насколько у вас дырявый корпус. То есть, чем у вас дырявый корпус, тем лучше там проходит вентиляция. И в идеале, если он у вас очень дырявый, то у вас, по сути, процессорный кулер сосет воздух, практически снаружи. Это здорово. Не заморачивайтесь там воздушными потоками внутри, откуда что, куда движется, пофиг. Блок питания всегда работает на выдув. А все остальные кулеры, ну как придется. Поэтому, чем больше свежего воздуха поступает, тем лучше. Воздушные потоки, они там хорошо организованы, например, в серверных корпусах, которые в стойку ставятся. Здесь это все, для домашних компов, это все полная фигня. На работу это никак не влияет. Качество и дороговизна кулера, и количество в нем меди и теплотрубок гораздо лучше влияет на все это, чем вот закрытость корпуса или открытость корпуса. Лучше открыть его. Чем больше он открытый, чем больше он на наружном воздухе находится, тем лучше. Тем у вас меньше будут греться внутренние компоненты. Какие-то там воздушные потоки продумывать, это все фигня. Не работает это, по факту. Здесь вот они кнопку питания очень удачно вынесли. Резет получился маленький, и кнопка питания слева сверху вы вообще не промахнетесь, то есть никогда мимо не попадете. Избопорты и так далее. Единственный минус это вот этот вот нависающий контур сверху, который вам будет мешать видеть, куда вы втыкаете флешку. Если у вас комп стоит на полу, то есть вы, или в столе, да, вы будете смотреть сверху и у вас вот этот козырек будет мешать засовывать флешки. Тоже не очень вариант. То есть как бы вроде все корпуса хорошие, по железу нормальные, по вентиляции тоже здорово, но вот какие-то такие дизайнерские просчеты прям руки оторвать. Если же у вас комп стоит на столе, то вам лучше выбрать вариант с расположением разъемов где-нибудь в середине корпуса фронтальных. Я вот сейчас так по-быстрому не знаю, найду или нет, чтобы было среднее расположение разъемов. Но здесь тоже, видите, они как бы в основном по центру. Ну, в общем, если у вас системник стоит на столе, то лучше, чтобы кнопка питания, там, резеты, все остальное были где-то по серединке, вот где надпись Gigabyte и Citilink, вот где-то здесь. Это будет оптимально, чтобы вам далеко не тянуться, вам проще было доставать рукой и втыкать, вытыкать флешки и так далее. Опять вернемся к корпусам, я уже и так про них много сказал. В принципе, все, что про них надо знать. ну вот, вот, например, корпус AeroCool. Сеточка сбоку, сеточка снизу, не очень дорогой, кнопка питания отдельно вынесена, с резетом не перепутаешь, он маленький и круглый, туда палец как бы нажмет так с усилием, надо еще попасть в дырочку и ногтем нажать. Вот, два разъема USB 2.0, один разъем USB 3.0, аудио опять у нас не разноцветное, что жаль, но в принципе потерпим. И вот, как бы отдельно выделенная кнопка питания, тоже удобно. К правилу, почему-то слева делают или там по центру, а это вот справа. Ну, хорошо. Давайте его пока положим в корзинку, пусть он у нас лежит. Сейчас я вот еще посмотрю второй корпус, или вот красный, например, мне не очень нравится, вот можно без цвета какой-нибудь выбрать. Ладно, вот, что-то красный слишком агрессивный, возьмем такой вот черный с оранжевым. Нравится мне оранжевый цвет, не такой злой, как красный. Пусть будет оранжевым. Сейчас уходим в корзинку. Так, красный я сразу выкину. Так, что у нас следующее? Блок питания. Пойдем за блоком питания. В принципе, для игрового компа это диапазон где-то, ну, лучше 500-550 ватт. Если хороший блок питания, то можно минимум, как бы, игровую машинку можно собрать и на 400, и на 450 ватт. Но если хотите с запасом, чтобы, когда в момент компьютера стартует, да, там пиковые скачки получаются по мощности, которая нужна от блока питания в момент старта пуска чего-нибудь, ну, в смысле системника, да, или там жесткий стартует, еще что-нибудь, там возникают пиковые скачки. Соответственно, блок питания должен быть немножко с запасом. Плюс он со временем еще немного подсаживается по мощности. Поэтому я считаю, что оптимально вот выбрать вариант где-то, сейчас мы будем искать в диапазоне от 400 до 500-590 ватт. Больше смысла нет. Ну, то есть, как бы, есть смысл, если вы поставите туда топовую видеокарту за 25 тысяч, но это уже не эти бюджеты, то есть, это не бюджет 50 тысяч всего, да, там 50-60. Поэтому я не буду рассматривать этот вопрос. Главные потребители это у нас процессоры, материнская плата. Собственно, они больше всего отвечают за производительность и они наиболее требовательны к блоку питания. Если вы найдете, есть такие калькуляторы мощности в интернете, расчет мощности системного блока можете поискать. Ну, расчет мощности блока питания, вот так вот. И, как правило, они перезакладываются. Процентов на 30, на 40 вверх перезакладываются. Ну, в общем, по блокам питания, по фирмам, как бы, ну, вот что могу сказать, да, открою в джасте, тут поведнее. Скажу так, ФСП, цивильный бренд, это самый дешевый из цивильных брендов, которые, в общем-то, неплохо делают. Неплохо. Чифтек, хороший бренд. Эксигейт, не знаю такого, аэрокулт, аэрокулт цивильные, термалтейк, залман, цивильные, инвин тоже цивильные. У них неплохие подборки, есть корпус вместе с блоком питания в комплекте. Правда, могут попасться шумноватые. Суперпауэр, это, как бы, ноунейм, но при отсутствии других вариантов, можно взять. Раньше они, по-моему, нет, другие. Короче, Linkworld, так себе, ни о чем. Дипкулт, цивильные блоки питания, Max Case, не знаю, Хипро, или Хайпро. Перестал их уважать, после нескольких случаев, когда, в общем, достаточно дорогой блок питания, ну, недорогой, там, 500-600 ватт, это уже, как бы, премиум сегмент для блоков питания считается. И, при таком раскладе, у него, заклинил, заклинил, кулер, в течение, там, первых, полгода работы. Просто заклинил кулер, кулер, и блок питания умер от перегрева. Я считаю, такое недопустимо. Например, на термалтейке, там, или на, залмане, там, на чефтейке, я ни разу такого не встречал, чтобы через полгода работы заклинил кулер. Это просто, ну, я понимаю, когда еще какой-то электронный компонент может внутри умереть, хотя блок питания, там, в основном, электрика, а не электроника, там, помирать особо нечему. То есть, производитель, в принципе, может сделать надежный блок, который либо сразу не стартанет, прямо вот с завода, да, брак, либо потом долго-долго проработает. Поэтому, такие вопросы, как бы, когда с кулерами возникают, я не понимаю производителя. Значит, там отдел качества вообще плохой. Powercool тоже цивильный, Трикот, ну, так, это что-то простенькое. Гигабайт попадались не рабочие вентиляторы, ну, не рабочие кулеры в самом начале. То есть, купил, воткнул, блок питания работает, кулер не крутится. Даже при нагреве не крутится. То есть, вообще. Corsair цивильный, Foxconn, такой середнячок. Этих вообще не знаю. Intermax, Fox, STM, не знаю про них ничего. Accord тоже, в общем-то, ничего. Hyper не очень. Вот. Но основные, короче, это у нас OCZ, его здесь нет в списке, Chieftech, Cooler Master, Thermaltake, Zalman, Invin, FSP, Corsair. Это то, что цивильное. Адекватные железки, на которые есть какая-то надежда. Дальше, какие еще особенности у блоков питания? Вот, к примеру, он тут как бы самый дешевый. Я сейчас не беру внутреннюю начинку и насколько он долго поработает, просто внешний вид. Он может быть там черный или серый, неважно. Я считаю, что у блоков питания должен быть большой кулер, это 120 мм, бывает даже 140 мм на некоторых моделях дорогих. И решетка кулера вот какая-то такая. Потому что, в смысле, она не должна быть штампованная. Штамповка, она тоже может давать шум. Есть тихие кулеры со штампованной решеткой. Но это, как правило, опять дорогие производители, крашенные в черный цвет и так далее. Но это надо опять читать в отзывах. Потому что по блоку питания шумность вам могут сказать только в отзывах. По-другому вы заранее его никак не узнаете. Можно еще его попробовать включить в магазине и проверить, если вам дадут это сделать. У него на разъеме, на основном, вот который здоровый разъем под материнскую плату, к нему подходит один зеленый провод. И остальные там других цветов. Вот можно скрепкой включить блок питания в розетку, скрепкой замкнуть зеленый и любой черный провод и вы тогда послушаете насколько он шумный у него вентилятор. Это опять же может не работать с хорошими блоками питания, у которых есть термодатчик, который регулирует вращение кулера. Но проверить стоит, вот особенно на дешевых БПшках стоит проверить на шумность. Блок питания не сломается, ничего с ним не случится, зеленый и черный замыкаете и все. Это первая вещь и второе вот какая-то такая решеточка должна быть сзади. Бывает просто маленький кулер 80 мм, сверху маленький кулер. Это вот вот такого вида блок питания это нормальный блок питания. Дальше вы уже ориентируетесь по производителю и по мощности. А это именно внешний вид. То есть вот такой вот блок питания это скорее всего он будет шумный. Потому что там два маленьких кулера по 80 мм. То есть сразу не айс. Дальше идем смотрим что мы можем выбрать. Вот пример сейчас посмотрю ну здесь нормальные решетки они вот гриль называются которые закрывают вентилятор. Вот вариант штамповки. Но это хорошая штамповка. Это довольно цивильная фирма и поэтому тут хорошая штамповка. Если взять какой-нибудь дешевый там фэйспешник там будет штамповка конечно без скор ну здесь не видно немножко наверное здесь закругленные все-таки штамповка а обычно штамповка просто бывает плоские ламельки абсолютно и все. Дальше у блоков питания сейчас открою кого-нибудь посмотрим у них как правило во всех магазинах фоткают характеристики которые на них написаны сбоку. Здесь нужно на что внимание обращать вот смотрите 3 вольта 5 вольт 12 вольт 5 вольт а основное что вам нужно это сколько блок питания может выдать мощности по 12 вольтовой линии потому что это та самая мощность которая требуется на видеокарту а она очень большой потребитель если блок питания будет проседать по мощности то есть видеокарта будет просить а блок питания будет не способен дать и он будет снижать напряжение на других каналах или вместо 12 вольт будет получаться 11 вольт например то это чревато зависаниями перезагрузками вылетами в игрушках и так далее в общем куча всяких разных проблем поэтому смотрите при прочих равных условиях если у вас есть два блока питания которые примерно одинаково стоят примерно одинаково выглядят и они вас по всяким вещам устраивают примерно одинаковые фирмы смотрите у кого из них больше вот этот ну там ток 14 ампер 16 ампер который они могут отдать по линии вот одна линия вторая линия кстати странно что они тут различаются вот и вот общая мощность 450 а по линии 12 вольт он может отдать 360 если мы возьмем какой-нибудь дешевый блок питания там может быть тоже написано 450 но по 12 вольтовой линии он будет отдавать не 360 а например 240 то есть понимаете да а с виду как бы разница только в цене все остальное как бы одинаково здесь я обычно смотрю по ценнику то есть мы идем от самых маленьких к самым большим смотрим 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 это неизвестные фирмы linkworld accord я их не знаю не фонтан вот попадаемся aircool 400 хорошо gigabyte 400 linkworld 500 я им не верю этим я тоже не верю что там 500 идем дальше опять accord 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 вот fsp 400 уже вот кстати та самая дешевая решетка штампованная пример дешевые штампованные решетки у fsp то есть видите даже не загнутые края не аэродинамическая геометрия поэтому воздух будет шуметь в такой решетке но опять же все зависит от оборотов вентилятора то есть опять читать отзывы что народ пишет шумит не шумит так далее дальше гигабайт гигабайт ну мы поднимаемся в цене где-то там ближе уже к 500 рублям 500 ватт аэрокул fsp 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 ну вот например 500 но опять с вентилятором проблема аэрокул 500 чуть цивильней сейчас вернемся на предыдущую страничку что там у нас было из 500 400 400 400 450 500 fsp 450 ну тут вариант взять какой-нибудь если подешевле то fsp но у нас вроде бюджет позволяет поэтому сейчас переползу в другой кусок вот можно аэрокул 500 взять или гигабайт 500 но опять же это их надо надо сравнивать также есть у блоков питания такая штука как pfc вот смотрите видите активный pfc это управление как сказать автоматическое управление мощностью блока питания короче на что влияет влияет на кпд то есть с какой эффективностью блок питания использует потребляемую мощность из розетки есть пассивный pfc есть активный pfc есть вообще без pfc соответственно самый дешевый это вообще без следующий идет пассивный и дальше идет активный ну соответственно если вы найдете с активным замечательно но в целом на это можно внимания особо не обращать короче берем пока аэрокул сейчас я посмотрю его поближе ну вот видите из 500 ватт он 408 отдает по линии 12 вольт и дает аж 20 ампер хорошо кинем в корзинку отзывы не буду читать но как пример поняли что надо читать отзывы на тему шумные не шумные и так далее установил на сервер бла 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 как правило либо работает блокптайль либо не работает а вот снижение производительности в 3D и так далее блин ну я честно говоря в это не верю тем более не очень мощная система как бы странно во всяком случае вот вентилятор тихий мы нашли отзыв да хорошо хотя здесь например вибрация сильный гул при нагрузках тоже вопрос да то есть как бы от человека к человеку все по разному тоже напишут не тянет конфигурацию и так далее 520 лихвой ну хорошо ладно посчитаем что комментарии меня убедили что он не фонтан да идем растем дальше по блоку питания можно даже включить чуть побольше хотя я не планировал вот FSP 500 ватт например тут ценник вот гигабайт 600 ватт но я честно говоря ему не верю FSP на 500 я верю больше чем гигабайту на 600 и разница в цене все таки практически 500 рублей это существенно так что пока возьмем FSP посмотрим какой у него ну понадеемся на кулер посмотрим обзоры и посмотрим насколько он тихий или не тихий вот тихий надежный хорошо ну вот немного шумел потом стало нормально странно почему он шумел не нахожу ответа короче у нас тестовая сборка я не буду долго заморачиваться и как бы тянуть резину так что у нас в корзинке один блок питания выкидываем дальше дальше возьмем то что например привод где у нас приводы фактические приводы тут в принципе выбор небольшой вот только самсунг я не люблю монитор они делают отличные а девятюшки у них не фонтан они вообще кроме мониторов телевизоров по-моему ничего особо ну и телефонов да ничего особо хорошо не делают поэтому привод какой-нибудь LG там Samsung не берем LG Asus Asus Lightone Cuted да Neki еще раньше были но в общем берем сам дешевый практически никто сейчас приводами не пользуется поэтому вот лыжа 990 рублей все в корзинку не заморачиваюсь цвет черный пофиг так смотрим что у нас вышло в корзинке дальше комплектующие до этого мы до всего дойдем корпуса так нам нужно модуль памяти потом будут жесткие диски SSD модуль памяти в общем оптимально на сегодняшний день 1600 МГц они как бы самые распространенные самые дешевые память можете взять частоту повыше но реальные работы не сильно заметно то есть реально насколько быстрее стал комп он у вас не будет просто памяти должно быть достаточно для ваших задач все двухканальный режим работы тоже не видно в фактических задачах где-то в тестах может и видно когда память работает в двухканальном режиме когда две плашки стоят и компьютер одновременно с двумя плашками работает процессор делает запросы две плашки но в жизни это не видно объем памяти влияет гораздо больше чем ее частота и чем ее двухканальность или одноканальность единственное когда это может играть роль если у вас встроенная видеокарта процессор тогда память для видеокарты берется из оперативной памяти чем она у вас быстрее тем у вас соответственно быстрее работает встроенная видеокарта в процессоре но этот вариант мы сегодня не будем рассматривать у нас будет нормальный комп с внешней видеокартой поэтому видеокарты в процессоре нам без надобности хотя как бюджетный вариант можно сделать и так взять сначала процессор с встроенной видеокартой потом докупить внешнюю видеокарту через некоторое время когда деньги появятся память выбираем просто я отсортировал 1600 мегагерц латентность это задержка в памяти насколько она ну в общем все это влияет на скорость вот латентность кстати может влиять даже больше чем частота нам нужна одна плашка ddrk3 или l l это по-моему с пониженным энергопотреблением так что в общем можно оставить и то и другое по фирмам в принципе вся все фирмы по памяти нормальные вот из всего списка AMD Corsair Chrysal HP Hynix Kingmax Kingston Patriot Samsung Silicon Power единственное кого недолюбливаю Patriot попадалась битая память Kingston тоже попадалась битая память но среди самых дешевых моделек это по Kingston по Patriot я его не использую не люблю его попадались битые плашки Kingmax тоже отношусь немножко с подозрением тоже тоже были какие-то случаи но сейчас уже не вспомню так ну и по памяти собственно нам нужна 8 гиговая палка сейчас выберем внизу 8 гигов пока одну возьмем потом если деньги останутся бюджет мы впишемся то можем взять еще 8 ну вот например тут Chrysal Ballistics Tactical какая-то крутая память из-за небольших деньги там даже Patriot дороже ну смотрите у него тайминги задержка 8 8 8 8 это хорошо бывает девятки бывает десятки бывает 11 чем меньше цифер тем лучше и CL8 это в принципе отражение вот этих вот восьмерок латентность она же задержка так что в общем хорошая память нам попалась берем так сейчас глянем что у нас получилось в общем у нас есть корпус туда засунется блок питания туда засунется девятюшка выбираем идем к жестким дискам если позволяют деньги идеальный как бы соотношение между жестким дисками такое вы берете например 120 гигабайт SSD диск они очень скоростные очень быстрые на нее ставите windows на этот диск и получаете мгновенную загрузку windows секунд не знаю секунд 30 до рабочего стола со всем остальным может даже быстрее бывает за 15 секунд грузится и соответственно берете обычный жесткий диск на 500 гигабайт или на терабайт под файл помойку то есть все что не требует быстрого доступа туда же у вас будут игрушки и фильмы и музыка и все туда будет складироваться а SSD у вас останется только под набор стандартных приложений которые вы пользуетесь есть такой средний вариант это гибридные жесткие диски это обычный жесткий диск в который в котором внутри еще есть быстрая флеш память там например гигабайт на 8 или на 16 и диск сам смотрит какие данные вы используете чаще всего и эти данные засовывает в эту быструю флеш память за счет этого у вас какие-то приложения гораздо быстрее работают чем на обычном жестком диске вот в сети линке у них как-то нет разделения на гибридные не гибридные сейчас посмотрим в юморте может есть вот они есть гибридные очень они хороши для ноутбуков потому что ноуты как правило реально тормозные и вот этот вариант с гибридным хардом очень спасает то есть реально ноут начинает быть похож на настольный комп он реально быстрый становится так для настольного компа ну вот здесь что-то они все в маленьком фарфакторе они все ноутбучные вот ноутбуч ноутбуч там 2,5 дюйма 3,5 дюйма это обычный большой диск 2,5 дюйма вот он вот он тут написан 2,5 дюйма а здесь вот уже 3,5 так я их могу отличить 3,5 это это маленькие жесткие которые ставятся в ноутбуке но в общем имейте ввиду что есть гибридные харды здесь просто сейчас в прайсе какие-то здоровые жесткие вот бывают маленькие бывают 500 гигабайт бывают терабайт они у них адекватные деньги стоят они чуть-чуть дороже обычных хардов но ну так чуть-чуть процентов на 25 например но позволяют получить большой объем и достаточно приличную скорость при работе так нам нужно выбрать какой-нибудь хард сначала выбираю обороты 7200 форм фактор 3,5 дюйма его размер по фирмам ну сейчас я бы выбрал тошибу отзывов по ней не очень много но в принципе они сейчас предлагают за небольшие деньги очень хорошие харды то есть например буферная память это память которая влияет на работу с мелкими файлами например большим количеством мелких файлов чем память это больше тем хард отзывчивее и быстрее работает с мелочью поэтому желательно чем больше мегабайт тем лучше и вот например то шиба 64 мегабайт и не жадничает а какой там в дэшка она 16 мегабайт и жадничает вся гейт тоже 64 ставит ну в общем смотрите на терабайтнике стоит например а там у нас на 500 стоит вот он 500 гигов и 64 буферная память это очень хорошо ну в принципе для обычного компа сейчас практически все можно смотреть онлайн поэтому огромное количество фильмов не надо хранить на жестком диске поэтому если мы хотим немножко сэкономить бюджет можно взять и 500 сейчас разницу посмотрим например то чтобы вот 500 до 3470 посмотрим что у нас сколько у нас стоит терабайтник 500 к 500 вот терабайтник то чтобы до 3 3 830 и 3470 но смотрите если вам эти 500 рублей критичны то берите 500 если 500 рублей вам не критично но я думаю что в деньги мы вложимся можно взять терабайтник но нам еще SSD брать запихаем в корзину и пойдем в другие жесткие диски уже в SSD по SSD пока еще ничего не понятно они не так давно продаются и не так часто как бы в гарантию уезжают поэтому у них там полный рандом с умираемостью кто-то может долго работать кто-то быстро умер там как правило еще от цены очень сильно зависит дорогие фирмы конечно поживучие ну вот оптимальный вариант все-таки я считаю до 100 гигов это мало под винду там 60 вы очень быстро забьете а вот 120 будет нормально держаться если в настройках Windows еще перенести мои документы рабочий стол например на диск D а на диске C оставить только Windows и приложение про Patriot ничего не могу сказать я по памяти эту фирму не очень люблю наобум если не читая ничего не про скорости не про отзывы не про умираемость ну например вот Silicon Power да там 120 берем итого у нас 16200 и у нас осталась как бы основная материнская плата процессора охлаждения на него и видеокарта и в общем-то системник будет готов но это смотрите в следующем видео я ссылочку размещу субтитры